Итак, сегодняшняя тема, которую я хотел бы доложить на конференции на фитотерапевтических течениях, она касается такой проблемы, как климакс. И именно почему я хотел сделать доклад по теме климакса с позиции традиционной медицины Кампа, потому что я хотел бы показать, насколько есть интересные исследования фитотерапии, которые проводятся в Японии, потому что они действительно научны, с очень глубокой степенью проработки, с очень интересными данными и подходами. Поэтому, конечно, необходимо учитывать, что и в России есть и травы, и всякие сборы, которые могли бы очень хорошо работать при климаксе. Но у нас нет такой степени проработки, нет таких глубоких подходов, которые касаются в том числе и молекулярно-биологических аспектов использования лекарственных трав. Итак, я также представляю такую ассоциацию, Всемирная натуропатическая ассоциация. Она объединяет врачей по всему миру, которые занимаются натуропатией. Я представляю Россию уже в течение нескольких лет. И что я могу сказать об этой организации? В ней есть, соответственно, рассылка научных популярных статей. В ней проводятся опросники, в ней есть коммуникация, обмен мнениями. Очень интересно составить там какие-то новые источники знаний, новые факты. Можно оттуда подчеркнуть. Поэтому, если есть возможность и если есть интерес к этому, то можно и присоединиться. А теперь к теме, соответственно, эффективность фитопрепарата Кейшо-Букварио-Ган. Традиционной медицины Кампа при лечении климактерического синдрома. Итак, традиционная медицина Кампа является, по сути дела, историческим аспекте, преемником китайской традиционной медицины. Эти исторические знания о фитотерапии передавались буддийскими монахами. Примерно 6-7 век. И дальше уже в пределах Японии эти все знания обогащались. Какие-то новые наблюдения придавались этой традиционной китайской системе. Главные основные черты Кампа, которые характеризуют наиболее ярко эту систему, это наличие устойчивых травяных многокомпонентных формул. То есть, они формировались целыми столетиями и обрели строгие очерченные формы. Второй пункт, это используется энергетический принцип назначения травяных формул, то, что передалось из китайской традиционной медицины. Третье, проводится стандартизация фитопрепаратов. Они все строго дозированы. И это является, конечно, плюсом, когда проводятся научные исследования. Основная лекарственная форма – порошки. По сути дела, есть специальные аптеки, вот это медицины Кампы, где все в таких порошочках находится. Они удобны для применения, то есть, достаточно взять, надорвать край этого пакетика, пылить стаканчик, размешать, выпить. Все достаточно легко и удобно для применения. Следующее преимущество – это действительно вот эта научная проработка, вот эта доказательная база, которой так не хватает нам, да, в российских реалиях, и за что постоянно мы получаем некие укоры в том, что нет доказательной базы. Так вот, соответственно, в медицине Кампа такая проблема сходит на нет, по сути дела. Вот, возвращаясь к самой формуле, вот эта традиционно-тревная формула, Ки-Би-Джи, рутинно используется для облегчения симптомов климакса, а недавние исследования молекулярной биологии показали, как это происходит. Вот состав Ки-Би-Джи, это коричник китайский, пион молочно-цветковый корень, семена персика, пория кокосовидная, пион древовидная, то есть, такой набор из пяти пунктов и пяти компонентов, и где главным является пория кокосовидная, а это гриб из семейства полиапарация. Его склероция напоминает маленький кокос, у него интересная такая форма. Склероция – это клубневидные тела различной формы и величины, состоящие из тесно сплетенных нитей мицелия грибов. И вот это, по сути дела, препарат из медицинской микологии, и об науке о медицинских грибах с лечебными свойствами. Вот так выглядит на срезе пория. Здесь можете остановить записи, почитать ее дальнейшие анатомические особенности этого гриба. Климактерии – это физиологически абсолютно нормальный период в жизни женщины, в течение которых на фоне возрастных изменений, анатомические и физиологические изменения в яичнике, постепенно угасание функции эндокринной, происходят определенные изменения, которые, если этот физиологический процесс уже выходит за рамки физиологии, начинается уже, по сути дела, патологический процесс климакса. Климакс – это от греческого ступень, некая ступенька в другой этап жизни женщины, который характеризуется, грубо говоря, увяданием ее эндокринной, ее репродуктивной функции. И так делят также на периоды пременопаузальные, переменопаузальные, сама менопауза и постменопаузальные. Соответственно, это такие постепенные и последовательные стадии развития климактрического синдрома. Происходят, как я уже сказал, изменения в корковых нервных центрах, в гипоталамических структурах, такая перестройка организма. Также возникают некие диагностики, некие синдромы, такие как климактрическая кардиопатия. То есть могут возникать характерные боли в области сердца, которые отдают в левую лопатку и левую руку. И, казалось бы, это похоже на невропатию, но это все-таки может относиться к климактрическому синдрому в том числе. Также у этого климактрического периода есть некие особенности. Во-первых, он может протекать скрыто, латентно, не проявлять себя. У тех 20-30% лиц, чья вегетативная система оказалась более устойчива, это когда, может быть, хорошее питание, хорошая физическая подготовка, и климакс протекает более гладко. Но все равно в более позднем периоде возникают осложнения климакса. По-любому. Это как бы некая устойчивость нервной системы к климактрическим изменениям, на которой все равно через какой-то период она даст сбой и возникнут эти симптомы. В этом случае гормональная заместительная терапия как единственная альтернатива, которую все назначают поголовно гинекологи, она должна дополняться в том числе и фитотерапией. Второй пункт это группа повышенного риска. Это женщины, по сути, перенесшие операции на матке и яичниках посткастрационный синдром, по сути, который осложняет течение климакса. Это ранний климакс до 45 лет. Например, когда пропали месячные. Вот эта ранняя, преждевременная индуцированная менопауза она очень быстро прогрессирует. В этом ее особенность. чем раньше наступает климакс, он более тяжело протекает. И в этом случае, конечно, обоснованно совершенно подумать о фитотерапии. Теперь к роли сосудистого тонуса. Ведь в климакторическом синдроме именно сосудистый тонус, насколько сосудистая система может адекватно отвечать на нервные сигналы, на изменение эндокринного баланса, вот это очень важно понимать. И в последнее время показали роль такого интересного пептида, кальцитонин ген связанного пептида CGRP 37 аминокислот является сильным вазодилетатором, то есть способным расслаблять эти периферические и церебральные кровеносные сосуды. Церебральные, которые находятся в головном мозге. Итак, этот пептид примерно в 10 раз сильнее просто гландинов, которые мы все знаем, что участвуют в вазодилетации, вазоконстрикции и в 100 раз сильнее классических вазодилетаторов. В связи с обнаружением этого соответственно пептида есть к этому пептиду и соответствующие рецепторы. Антагонисты рецепторов CGRP это маленькие молекулы, которые конкурируют с этим рецептором за связывание. И конечно когда фармацевтическая фирма обнаруживает, что есть у нее новая молекулярная мишень, на которую можно повоздействовать, синтезировать, блокировать, связать этот рецептор. То есть это новая фармакологическая форма. Ее можно запантинтовать. Это соответственно деньги, это новый препарат, который можно вывести на рынок. Однако конечно были синтезированы антагонисты этих рецепторов или может быть модуляторы этих рецепторов. Но вся проблема всей фармакологии заключается в том, что высокая токсичность. К сожалению, не всегда удается на молекулярную мишень найти тот препарат, который бы давал малую токсичность. Поэтому пока не удалось синтезировать этого препарата, вести его в широкую практику, но доказали, что этот препарат Кампо способен влиять на эти рецепторы, при этом не вызывает токсичности. Но это является плюсом большим всей фитотерапии. Оказывать действия, в том числе и на молекулярные мишени, но при этом не возникает токсичности. Итак, механизмы CGRP и его рецепторов в патокинезе симптомов климакса. Но в общем я объединю эти 5 пунктов, которые на экране, что они влияют на сосудистую гиперактивность, снижают ее. То есть KBG снижает повышенную чувствительность к CGRP рецепторам, при этом стабилизирует нейрососудистый ответ. Уходят симптомы климакса, приливы, чувство жара, потливость. Все это уходит при влиянии и применении фидопрепарата. Между прочим, необходимо понимать, что фитотерапия может использоваться тогда, в тех случаях, когда гормональная заместительная терапия становится опасной, неэффективной, либо при противопоказаниях при гормональной заместительной терапии. В гинекологии так сложилось, что именно гормональная заместительная терапия занимает первое место. Она рассматривается на первом месте, но имеет ограничения. Поэтому при повышенном риске рака груди, а этот повышенный риск, в принципе, мы знаем, что риск наследуется по материнской линии, причем от скажем по линии через поколение, то есть от бабушки к внучке. И зная вот этот риск, проведя молекулярно-биологический анализ склонности к возникновению рака молочной железы, можно заранее применять уже фитотерапию, не дожидаясь даже потенциальной возможности возникновения опухоли молочной железы, которая сейчас занимает первое место в структуре заболеваемости. Итак, второе, то, что необходимо помнить, это высокий риск тромботических осложнений. То есть в этих двух случаях тоже необходимо помнить о переходе на фитотерапию. Итак, показания для фитотерапии при климактерическом синдроме кровотечении с полови путей неясного генеза, потому что необходимо точно знать, почему они происходят, точная причина этих кровотечений. Не только рак молочной железы, но и молекулярно-генетическая склонность и повышенный риск возникновения рака молочной железы и эндометрия. При этом используются в фитотерапии растения, содержащие фитоэстрогены. Некоторые из фитоэстрогенов причем обладают как собственно эстрогенным действием, так и антиэстрогенным действием. То есть не всегда фитоэстрогены могут быть негативны в этом плане. Не всегда у них есть способность вызывать именно гиперэстрогению. То есть у фитоэстрогенов амбивалентное действие, двойное. Это зависит от дозы и какой конкретно фитоэстроген. Это отдельная тема. Итак, острогепатит, остротромбоз глубоких вен, остротромбоэмболия. Вот все, что здесь перечислено, является по сути дела показанием применения фитотерапии. Итак, вот этот короткий доклад я благодарю за возможность сделать на фитотерапевтических чтениях. Я жду вопросов, которые могут быть по теме. и может быть появится интерес к всемирной натуропатической ассоциации, в которой я состою, потому что она дает много, расширяет кругозор, много международных контактов, международных исследований именно по натуропатии. И желаю, чтобы также фитотерапевтические чтения продолжались и дальше, потому что это невероятно хорошая площадка для обмена мнениями, для того, чтобы действительно подчеркнуть новые факты из мира фитотерапии. И благодарю за возможность участия.